Приветствую вас, и я полагаю, что вы изначально заняли такую позицию, что вы инициатор. И только вы постоянно стимулируете девушку к тому, чтобы что-то делать, куда-то пойти и так далее. Вот как это видится мне, по крайней мере, что вы заняли позицию активного начала, а она пассивного начала. И так было, в общем-то, изначально. Ну, по крайней мере, после того, как она приехала из страны, куда уехала на стажировку, точно. И она считает, она убестена, что вот такое поведение, ну, я не знаю, ее, ваше, может быть, вас с собой, поведение, да? Ну, абсолютно нормально. Такое поведение. Абсолютно. Ее все устраивает. Ей все нравится. У нее есть вы, у нее есть вот, собственно, у нее есть вы, который постоянно рядом, который постоянно готов что-то сделать. Вот. Ля, не юго. Ну, и так далее. То есть, вот. Все вот это вот есть. Я полагаю, что ее такая ситуация очень-очень устраивает. Ей нравится такая ситуация. Ей нравится такая ситуация, и она хочет, чтобы так, в принципе, сцена продолжалась. И поэтому она ведет себя так. А ведет она себя так, потому слабо, что вы изначально начали ее вытягивать. Ну, вот, посмотрите сами. Я ее вытягивал, потому что она никуда не хотела идти. Ну, вот и вопрос. Вот и вопрос к вам. Если вы, если вы ее вытягиваете, то зачем? Человек вас бросил. Человек вас оставил. Человек, как бы, не из-за своих интересов. Человек хотел, человек хотел остаться в другой стране. И вы имеете только потому, что у нее не получилось остаться в той стране, в какой она хотела. И вы считаете, что это вот нормально? Вы считаете, что строить отношения вот на тех основаниях, которые вы, ну, Габрей, вот, вы сейчас имеете это здорово? Вы считаете, что это правильно, что это нормально? Ну, я думаю, что, если честно, я думаю, что нет. Ну, я думаю, что нет, в любом случае. Ну, вот, что устраивает. Вам это нравится, видимо, и это ваше право. Ну, в таком случае, если вы ставите себя так, что, вот, вы выступаете активным на шкарах, то не удивляйтесь, пожалуйста, что девочка вас использует. Не удивляйтесь, пожалуйста, что девочка вас эксплуатирует. Не удивляйтесь этому. Не удивляйтесь. Ее все устраивает. И она думает, что это устраивает вас, потому что вы так себя ведете. Далее. Вы брасываете, значит, кабинута субботы, как бы такого не было. У вас, на самом деле, вариантов не так много, как хотелось бы. Либо вы меньше проявляете активность и тем самым вычисляете свою собственную ценность для нее. Либо вы делаете пребывание ее с вами более приятным для нее. Полагаю, больше вариантов у вас нет. И вопрос. Почему вас раздражает? То, что она не соглашается на встречу с вами. Ведь то, что вас раздражает, то, что это вас раздражает, это ваша проблема. Это не проблема ее, это не проблема девочки. Как бы вам неприятно не было это слышать, потому что раздражает вас, как бы, а не ее. Или раздражает вас, потому что вы не получаете то, чего вы хотите, по всей видимости. Вникнет вопрос тогда. А чего вы хотите? Если вас раздражает, значит, либо вы ждете от нее какой-то реакции, либо вы ждете от нее, ну, я не знаю, может быть, оценки своих действий, может быть, вы ждете, что она оценит то, как вот вы, что вы для нее делаете и так далее, и так далее. Либо вы хотите что-то для себя, понимаете? То есть, на мой взгляд, ситуация вот такая. И как бы ее, эту ситуацию, нужно обязательно учитывать. Потому что, если вам что-то нужно, если вы чего-то хотите, если вам что-то необходимо, то это вам необходимо. И стоит понять, а для чего вы, там, например, вот, ее, скажем так, так долго добиваетесь, почему вы так долго добиваетесь ее, с чем вот это обусловлено, да, что вы, что вы добиваетесь ее, и так далее. Чем это вызвано? Чем это продиктовано? Я хочу сказать, что это важно. Если мы с вами говорим об этом, и если вы руководствуете своими желаниями, какими-то, то логично, что их вам нужно удовлетворять, эти свои желания, это логично. Но не через девочку, а своими собственными силами, что является куда более правильным. На мой взгляд, опять же. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего-всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok